Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят?» О чем говорят? Более 700 человек в стране отравились курительной смесью. Так хорошо знакомым и правоохранителям, и медикам Спайсам. Это только за последние недели. Цифры впечатляют. Этот наркотик запрещен в Европе много лет назад. С его производителями и распространителями успешно борются. А мы только начали. В ряде регионов России ситуация с отравлениями очень серьезна. Это Кировская область, Ханты-Мансийский округ, Башкирия. Самарская область чаша сия вроде бы миновала. Но глава региона все же распорядился поставить ситуацию на особый контроль и призвал всех максимально ответственно подойти к этой проблеме. Вот о ситуации и будем говорить с моим гостем. Это заместитель начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области Николай Бесетин. Здравствуйте, Николай Михайлович. Спасибо большое, что пришли. Я помню, когда только-только начали говорить о количестве отравившихся, тогда звучали цифры 15, 20, потом 30 человек. Сейчас еще неделя прошла, да, уже цифра в интернете висит 700. И, по-моему, Иванов тоже называет такую цифру. Вот сколько мы с вами встречаемся и говорим об этой беде, вот о наркотиках, да, всегда касались вот этой темы курительных смесей, да. Потому что это наиболее, скажем так, токсичное вещество по отношению, скажем так, к обычным наркотикам, которым уже независимые лица наиболее привыкли. Где-то 9-10 год, когда они только появлялись, да, и тогда и вы, и ваши коллеги, которые здесь сидели в этой студии, они говорили, вот появилась еще одна такая возможно-убийственная штука. Вы знаете, вот года 4 назад вроде бы вздохнули облегченно, потому что появился закон, который как бы запрещал их использование. Насколько я понимаю, закон был какой-то такой безрукий, что с одной стороны запретил, но с другой стороны не до конца. И мы сейчас имеем ту ситуацию, которую имеем. Вот тогда принятие этого закона вызвало также жизненно необходимое, потому что появились вот эти вот курительные смеси, они тогда были спайсы, причем они появились, в отличие от сегодняшнего дня, практически легально продавались. Не только вот, как сегодня все это ушло в подполье, хотя имеет какую-то относительную легальность, а тогда это продавалось в каждом киоске практически, продавалось в каких-то автомобильных магазинах, химических кафе продавались. То есть была абсолютная легальность, свободность продажи в табачных киосках. Это было вообще просто запросто пойти и купить. А закон как раз тогда нужен был для того, чтобы правоохранители могли своевременно принять меры. То есть не просто это вещество изъять, а именно привлечь лицо к уголовной ответственности. И тогда в Уголовный кодекс было введено такое понятие, как производные. То есть, конечно, ввели сначала все установленные вещества, которые были каждые, а потом еще добавили слово производные. То есть если от этого вещества можно образовать другое вещество, и точнее мы изъяли, оно образовано от какого-то уже, который в список внесен, оно тоже признается наркотическим средством, и за него подлежит такая же уголовная ответственность, как в распространении наркотиков. И это, в общем-то, помогло нам тогда сбить вот эту большую волну. Конечно, были приняты и дополнительные меры, чтобы эта волна, скажем так, у нас... Занимается все равно. Оказалось, это не мерой, наверное, а полумерой. Потому что, насколько мне известно, в большинстве стран Европы это все не просто запрещено, но там еще и у наркополицейских совершенно развязанные руки. Потому что как только... Спас Витян, чем страшен? Ну, не мне вам это объяснять. А тем, что как только мы начинаем бороться с какой-то одной его производной, тут же на смену приходит другая. Химики-то у нас ого-го, да? Да, Менделеевых в каждом подъезде полно. Утрирует, конечно, но тем не менее. Было несложно ее поменять, и получается новое вещество. И получается новое вещество, да. И там, получается, почему-то у полицейских развязанные руки. Они в течение недели, насколько мне известно, могут поменять какие-то подзаконодательные акты. А у нас на это уходит почти полтора года. На сегодняшний день у нас такая система конструкции права построена, что у нас есть постановления, в которые внесены все наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества. У нас список он длинный. Да, запрещенные к обороту или ограниченные в обороте. Соответственно, пока их туда внесут, пока будет принято очередное постановление о внесении изменений, первоначальное постановление, конечно, на это уходит время. Потому что приходится согласовывать практически со всеми министерствами, ведомствами, у каждого еще свое видение. Потому что здесь тоже боятся немного переборщить, и не запретить что-то такое, что, наверное, жизненно важно. Хотя данные вещества, они, конечно, здесь не попадают никоим образом. Это же не таблетки, которые в аптеке продают. Да, это наркотик в чистом виде. И особенно, как мы его убрали, когда, скажем так, с нормального рынка, с легального, то есть из киосков, и киоски эти тоже потом убрали. Он стал исключительно, ушел в подполье. Его распространители, они люди, которые где-то в интернет скрываются, где-то почтовыми переводами все это дело распространяют. То есть его теперь в легальной продаже нету, как вот было раньше. То есть пойти в киоск и там увидеть вот это вещество, его не найдешь. Потому что уже все знают, что оно все равно под запретом как бы. Интернет, я так понимаю, здесь тоже подпортил, конечно, вам работу очень сильно. Только нам он, конечно, как бы к просветительской функции и принес еще вот такую функцию, где непорядочные люди, в общем-то, пытаются заработать на беде других людей. И самое главное, что когда вот это вот идет, симпиоз вот этих веществ, которые... Дизайнерские наркотики, да, вот тут появилось такое уроживо. Они поэтому дизайнерские называют, что их очень много можно сделать. Самая беда, что они сами не знают, что предлагают к продаже. То есть вот он говорит, что это вещество не внесено в список. Он может вчера оно не было внесено, а сегодня оно уже внесено. Но он-то сам не знает даже, что продает. Вот, потому что ему-то, ну, кто скажет, что там за вещество находит? Все они там под условными какими-то названиями в том числе распространяются. Поэтому здесь, конечно, беда, она очень сильная. Потому что человек, даже который приобретает, он-то надеется, что купил одно, то, что он может раньше когда-то пробовал. А в итоге он получает совсем новый какой-то уже препарат, сильно токсичный, который приводит вот к таким результатам, которые, можно сказать, к плачевым. Я как-то с одним вашим коллегой разговаривал некоторое время назад. Ну, на самом деле, давно, года два, наверное, назад. Вот он говорил, может быть, нам нужно не просто пугать сильнее, а еще и наказывать жестче. Понятно, что законодательство постоянно у нас меняется. И мы с вами здесь в этой студии говорим, оп, опять ужесточили, оп, опять ужесточили. Может быть, надо нам не полумерами опять-таки все время действовать, как-нибудь один раз сразу, раз, и руку отрубить. Как в Таиланде, да, поймали с наркотиками на всю жизнь. Вот. Поймали за производство, да, и наказали так, что... Ну, как правило, это смешная казнь, предусмотренная в Таиланде, в Китае. То есть, они из страны Востока очень негативно к этому относятся. Соответственно, у них такие меры. Пугать так пугать. Да, но с другой стороны, на сегодняшний день у них, в общем-то, тоже проблема наркомании имеется. Может, у них таких, скажем... Ну, в Таиланде она большая проблема из-за того, что привозят и приезжают. Это страна-то, которая живет только за счет туризма в основном, понимаете? А мы-то с вами за счет туризма не живем. К нам вряд ли вот эта вот толпа их лынет. Они защищаются как могут. Вот. Вы знаете, что еще удивляет? Вот лично меня, я знаю большое количество людей. Вот. Просто не могу понять. Вот мы с вами здесь несколько лет, да, эфир сотрясаем, рассказываем. Проспая, испугаем, убеждаем, рассказываем. А в Государственной Думе почему-то начали висчет-отсчет погибшим, отравившимся лишь с 19 сентября. Ну, потому что до этого, в предыдущие годы, это были не такие токсичные вещества, которые примодили непосредственно после первого употребления к смертельным случаям. То есть ждали, когда люди начнут умирать. Дело не ждали. Просто, может, где-то недооценили глубину данной проблемы. Потому что на сегодняшний день уже приняты определенные меры, решения, которые рассматриваются на правительственном уровне по ужесточению оборота всех вот этих веществ, соответственно, наказания, по мерам, которые способствовали, скажем так, их выявлению, запрещению обороте, непосредственно, что очень важно, привлечение лиц к уголовной ответственности. Вот как по образцу Запада вы говорите, там есть такая в Европе практика, что там полицейских руки развязаны. Вот у нас такая мера тоже на сегодняшний день уже прорабатывается. Хотя у нас в Самарской области мы это предложение еще год назад обсуждали с нашей губернской думой и направляли его в Государственную думу. Но оно тогда не прошло. Потому что мы также предлагали на региональном уровне сделать такой механизм. Если мы здесь выявили какое-то новое вещество, и у нас есть свидетель о том, что, да, это вещество обладает наркотическим воздействием, мы его здесь признаем аналогом наркотического средства. Аналоги наркотического средства в соответствии с законом о наркотических средствах, они являются наркотиками. Соответственно, за это подлежит уголовная ответственность. Но тогда вот немного эту меру, видимо, где-то не доработали. Она не была принята. Напоминает немножко вот это вот все, знаете, как в некоторых фильмах про милицию, когда человек звонит и говорит, алло, меня хотят убить, но вас еще пока не уберут. Если что-то произойдет, тогда ваши родственники обратятся. Вот то же самое. Где-то есть такой момент. Или вот правда. Понятно, что сейчас, да, начались вот эти случаи со смертельным исходом. Но пусть не в таком количестве, как сейчас, да, они все равно у нас были. И раньше все все равно понимали, что это наркотик. Понимали, что это наркотик. Да, люди умирали от последствий потребления наркотиков, в принципе. Какие-то меры. Классических, скажем так, так и от этих же синтетических. Поэтому, да, были, с ними боролись. Их вносили в перечень, в списки. Своевременно информировали, обвинивались информацией. И мы в Самарской области, в том числе, и работа правоохранительных органов, наверное, здесь у нас все-таки можно оценить положительно в этом направлении. Потому что, почему появились у нас вот эти синтетические наркотики? Как появился до этого уже дезаморфин? Потому что переклеили каналы поступления классических наркотиков. У нас нет опи, у нас нет маковой соломы. Причем их нет уже года четыре. Вообще сюда это не возят. Гашиш, да, были попытки в позапрошлом году, в прошлом году привозить. У нас по сравнению с прошлым годом количество изъятий снизилось практически на 80%. То есть, если в прошлом году было 28 килограмм изъято, то в этом году всего 2,4 килограмма. Потому что люди смотрят, преступники, что не проходят здесь это, они сюда стараются меньше вести. Уменьшается количество поступлений того же героина. Тоже снижается. Но если марихуана традиционно все-таки у нас произрастает, конопля, так сказать, то да, мы это изъятия, а не где-то у нас так и держатся на определенном уровне на протяжении последних уже нескольких лет. Хотя доля их тоже снижается. Поэтому сегодня мы видим увеличение непосредственно наркотических средств. Это у нас идет как раз вот синтетические наркотики. Они там увеличились в 17-18 раз. То есть, если мы там изымали в прошлом году 1,4 килограмма, сейчас их у нас порядка 36 килограмм уже изъято, 37. И сильнодействующие вещества тоже. Чем больше изымаете, тем больше их пытаются привозить и пытаются производить. Потому что есть спрос. Война идет прямо настоящая. Пока есть спрос, будет предложение. Если человек не курит, зачем предлагать сигареты? Как еще? Я не знаю, как еще. Мы до такой степени кричим, рассказываем, говорим, как еще объяснить, что это, мне кажется, с молодых ногтей уже пытаемся привить, что наркотик рано или поздно тебя приведет в могилу. И сейчас вот смотрите, о чем мы говорим. Два раза затянулись, да, я утрирую. Но после первого же употребления человек просто умирает. 700 отравившихся буквально за две недели. Но все равно мы говорим о том, что у нас есть спрос. Загадочная человеческая натура. Ну, если бы это было... Вопросы, да, риторические. Я хочу единственное, что в данном случае единственное, что такое, что-то светлое, да, это то, что в Самарской области у нас все не так страшно, как в соседних Башкирии, да, там, в Чебокцарах, по-моему, где-то еще. Кстати, основная группа-то, на которую все-таки вот эти спайсы рассчитаны, это молодежь. Потому что, в общем-то, стоимость это практически, ну, если два-три человека, они скинутся в карманные деньги на каждый день, в общем-то, у подростков такие имеются. Сложившись, они, в общем-то, могут приобрести вот эту вот партию. Но что положительное, мы вот смотрим динамику медицинской службы наркологической. У нас уменьшилось на практически 5% количество лиц, которые стоят на учете в возрасте от 18 до 29 лет. И увеличилось количество лиц там практически на 4%, которые стоят на учете в возрасте от 40 лет. То есть это говорит, наверное, все-таки о том, что наши профилактические мероприятия, которые, я не говорю там про полицейские именно, а именно профилактические, когда рассказывают, объясняют, да, вот вред вот этих наркотиков, увлекают в спортивную жизнь, там, в другую культурную жизнь, именно молодежь, начали заниматься молодежью, наверное, все-таки вот это дает свой положительный результат у нас в Самарской области. То, что у нас нет столько смертей, то, что к нам вот эти наркотики не поступают, как бы результат правоохранительной деятельности. Конечно, здесь не надо заниматься, и тогда они не будут фантазировать, придумать непонятно что. Не надо это будет. У нас, тем не менее, несмотря на то, что вот нас, как я вначале сказал, чашечья миновала, тем не менее, в Самарской области ситуацию с проявлением спайса поставили на особый контроль. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин призвал правоохранителей, силовиков, вас максимально ответственно отнестись к нарастающей проблеме. Но вот у меня данные. Я хочу сказать, что мы, хоть и говорим, да, у нас не такая уж постараль. В 2013 году с отравлениями, неустановленными психоактивными веществами, поступили 44 несовершеннолетних. У вас, наверное, такие же данные. В 2014 году количество поступивших возросло за 9 месяцев 65 человек, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Имеется один летальный исход подростка 13 лет из Тольятти. То есть, оно все равно, вот оно уже где-то здесь, на границе. И поэтому, конечно, расслабляться нельзя. Я знаю, губернатор Николай Иванович очень жестоко спрашивал. Вот встреча была в областной администрации. Вот у меня слова на всякий случай. Я взялся с тенограммой, с силовиками, с медиками. Силовые надзорные органы зачастую формально относятся к своей работе. Получается, что у наркоконтроля до сих пор нет четких данных по общему числу наркозависимых и конкретно по людям, пострадавшим от приема спайса. Где межведомственное взаимодействие? Где активная работа с медучреждениями и органами внутренних дел? В принципе, это вот те же самые вопросы, которые гражданин всегда задает, когда сталкивается с этой проблемой. Где же вы были, господа, и почему это происходит? Я понимаю, вы сейчас скажете, что доработаем мы, ребята. Но хочется... Понятно, что всегда хочется лучше. Но на сегодняшний день действительно у нас принимаются меры. Может, они где-то не в полном объеме. Может, действительно, как говорится, есть какие-то сотрудники нерадивые, которые не в полной мере что-то отрабатывают не только в нашем ведомстве. Но, во всяком случае, у нас соглашения заключены, и именно поток информации, который есть, он идет. Как к нам идет, так и обратно идет. Зачастую, конечно, здесь у нас нормативная база. Иногда становится припун, когда те же медики говорят, вообще-то это есть врачебные тайны или это есть тайны персональных данных, которым мы не можем обмениваться. И мы уже как бы на этот счет, в общем, приходится чуть ли не объяснять. Значит, с медиками будем жестко разговаривать. Да. Вот идем и объясняем, что это не тот самый случай, когда нужно считать это персональными данными. Не тот самый случай, какая-то врачебная тайна. Здесь было совершено преступление. Поэтому информацию вы нам обязаны предоставить. Знаете, что самое главное, на самом деле, это здесь, может быть, даже не искать виноватых в межведовственных каких-то взаимоотношениях, а наоборот, всем вместе как-то... Я банальные вещи говорю, но мне кажется, просто без вот этого общего единения с этой борьбой... Одно радует, подсказывает мне времени катастрофически мало. Надеюсь на изменения, потому что, смотрите, у президента на контроле, у губернатора на контроле, у Государственной Думы сейчас что-то собирается, да, что-то меняется. Жалко только, знаете, что время ушло, и понадобилось определенное количество смертей, чтобы ситуация стала меняться. Вот этот вот наш пока гром не грянет, пока на грабли не наступим, мне кажется, это наша самая большая беда. Спасибо вам большое. Я напоминаю, это была программа «О чем говорят». Смотрите нас на канале «Губерния». Будем все-таки надеяться на лучшее. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.